Сравним медицину в США и в России. На моем личном опыте, я в Америке живу 5 лет, и я, разумеется, знаю и о российской медицине, и об американской. Но в первую очередь люди говорят про деньги, то что в Америке все очень дорого. Медицина тоже дорогая. Но если вы посмотрите, сколько стоит российская медицина, потому что в России врачи не бесплатно работают. В России за любой прием оплачивает фонд ФОМС, если мы говорим про бесплатные полюса, за которые, кстати, каждый в России платит налог, 5,1%. В России медицина не бесплатная. За любой прием, за все, что вы делаете в больнице, в поликлинике, вас оплачивает фонд ФОМС. И, как выяснилось, некоторым россиянам приписывают дополнительные услуги, которые они не получали. Кому интересно, можете узнать. Так вот, если смотреть по деньгам, в Америке, конечно, да, здесь будет дороже. Гораздо дороже медицинские услуги. Но здесь и зарплаты. Вы сравнивали, сколько медсестра получает в США и в России? Это просто разные вселенные. И в Америке есть страховки. Здесь я не представляю, чтобы кто-то пошел чисто по деньгам. Но здесь только очень богатый человек. Я знаю врача, у которого своя практика. И вот она без страховки ходит, все оплачивает. Потому что у нее доходы очень высокие. Так вот, если бы вы так в России оплачивали своими деньгами то, что оплачивает ФОМС, вы бы могли себе позволить совершенно иной уровень медицины. Просто ради интереса взгляните, сколько стоит ваш один поход к врачу в России. И представьте, куда бы вы могли потратить эти деньги. Просто за один прием. Следующее. В Америке у бедных страховка бесплатна. И она покрывает гораздо больше, чем российский полис ОМС. В чем-то выражается операции, лекарства в том числе. Но не до бесконечности. Это понятно. Подтяжку лица для омоложения вам никто за страховку бесплатно делать не будет. Но опять-таки, это бесплатно для людей, которые живут. Но ничего в мире бесплатного не существует. Все кто-то оплачивает. Все оплачивается с налогов людей, что в Америке, что в России. Давайте про этот факт не забываем. Следующее. Когда человек начинает работать в Америке, у него уже идет другая страховка. И там уже много разных вариантов. Есть страховка от работодателя. Они бывают разные. У меня страховка от работодателя очень хорошая. Честно, у меня одна из лучших страховок США. И кремлеботы просто мне не верят. Вася, как так? Не обманывай? Такого не бывает. Бывает. Прикиньте. Реальность расходится со словами Скобеевой и Соловьева. И очень сильно. Если вам страховка от работодателя не нравится, вы можете обратиться к брокеру и подобрать себе другую страховку. Подул сильный ветер и мне пришлось переозвучивать. В общем, если мне не верите, то посмотрите на среднюю продолжительность жизни. В Америке люди живут дольше. И живут дольше не просто так. Посмотрите на улыбки американских пенсионеров. Посмотрите на их аккуратненькие белые зубки. И сравните их с зубками российских пенсионеров. Посмотрите на улыбки российских пенсионеров. Мне в России отказывали в лечении косоглазия. Оно у меня наступило в 30 лет. Мне в России врачи говорили, что мне конкретно в моем случае не помочь, потому что он очень узкий. Просто посмотрите на все своими глазами. Когда я переехал в Америку, мне врачи сказали, что это лечится. Да, этот случай редкий, но мы с этим знаем, как справиться. И мы с этим, видите, справились. А в России мне говорили, что такое лечить невозможно. У меня косоглазие наступило в 30 лет. После депрессии, нервного срыва, много что было, панические атаки. У меня официальный диагноз был депрессия. Еще не забывайте, что в России постоянно собирают на лечение людей у нас в США. В России какая система? Сначала заплати, если нет денег, если полис не покрывает, а потом тебя вылечат. А в Америке сначала вылечат, а потом будут думать, что делать с деньгами. Смотрите, допустим, у вас нет страховки каким-то чудом. Напоминаю, бедным страховка бесплатна. От работодателя тоже очень часто страховка идет. В общем, варианты есть. Как минимум, если вы бедный, то у вас медицина бесплатна в Америке. Я говорю на примере штата Нью-Йорк. Напоминаю, но в других штатах тоже есть такие бесплатные страховки. Ну и допустим, каким-то чудом у вас нет медицинской страховки. Вы обратились в больницу. Вас примут. И в каждом госпитале есть специальная комиссия, которая смотрит. Если у вас действительно нет денег, то вам могут списать долг. Но если вы не бедный человек, то вы долг в самом крайнем случае можете расписать на 30 лет. И платить равными долями. Мне кто-то рассказывал, что могут потом списать. Я подозреваю, зависит от вашего финансового положения. Но, что самое главное, деньгами будет заниматься человек, которому оказали помощь, которому оказали лечение. Ради интереса посетите российские сайты, больницы российских, которые лечат от онкологии. Например, такая вот проблема с легкими, когда у человека будет. Не хочу это вслух называть, эту вещь. На одном из российских сайтов я прочитал. Срок жизни у таких людей там обычно такой-то. Но, если вы лечитесь на Западе, например, в США, то у вас продолжительность жизни будет гораздо дольше. Потому что на Западе другая медицина. И теперь вспоминайте, где лечатся российские чиновники, звезды и телеведущие. Где у них дети. Где они держат внуков. И куда российские чиновники, звезды и телеведущие переезжают на пенсии. Правильно. Тут не нужно ходить вокруг да около. Плюс еще не забывайте, что парадоксально для некоторых будет. Но в Америке, на Западе, в принципе, лекарства работают лучше, чем в России. Не обижайтесь. Это факт. Поэтому многие, кто живет в России, просят переслать им лекарства. Сейчас, кстати, посылки не ходят. И меня всегда это поражало. Меня очень много людей просили переслать много чего. И эти же люди говорят, как у них хорошо все в России. Какие у них хорошие врачи в России, какие у них хорошие лекарства. Но, Вася, пришли, пожалуйста, потому что у нас этого нет, этого нет, а это не работает. Я говорю, так у вас же в России все хорошо. Меня просят постоянно. Разумеется, в ответ. Любите Россию? У вас на все хорошо? Лечитесь в России. Что просите-то у меня? И вот это меня всегда поражало. Знаете, знаю людей, которые говорят, как у них там все хорошо, что Россия самодостаточная, у них все замечательно. И в этот же месяц им дарят айфон, и они рады до безумия. Или вот те же люди с лекарствами, которые говорят, что у них в России все хорошо, медицина такая хорошая, лекарства такие хорошие. Вася, а можно что-нибудь придумать, чтобы лекарства переслать? Я говорю, нет, нельзя ничего придумать. Знаете, я здесь стал настолько, не знаю, как это сказать, здравый эгоизм, что ли. Я не люблю, когда люди двуличные. Я не люблю, когда люди говорят, Василий, у нас в России все так замечательно, ты предатель, а пришли лекарства. И я блокирую даже таких. Как говорится, хочется им и рыбку съесть, и косточкой не подавиться. Знали про такую фразу? Про этот вариант. Вот такие дела. Поэтому, знаете, если мне не верите, то посмотрите на среднюю продолжительность жизни. Посмотрите на улыбки пенсионеров в Америке и в России. Посмотрите, как они проводят свой досуг. Это будет лучший ответ на все вопросы. И посмотрите, где лечатся ваши чиновники. И куда они переезжают на пенсию, и где живут их дети. Вот и весь ответ. С вами был Васюк из Нью-Йорка. Пока.